Субтитры сделал DimaTorzok Вам покажется, что это все тот же Super Mario Bros, но на самом деле нет. Игра стала гораздо тяжелее, стало меньше Warp Zone, больше врагов, некоторые уровни изменены, причем в сложную сторону, а какие-то уровни вообще другие. Вот посмотрите, к примеру, блок с вопросом в самом первом уровне переместились с нижней стенки на верхнюю, только для того, чтобы вам было чуть сложнее его взять. Из кучи блоков просто убрали звездочки, там теперь обычные монетки или другие поверапы, и вот этого много всего такого. Все помнят довольно простой уровень 1.4, где ты впервые встречаешься с Боузером. Но в аркадной версии его убрали и заменили на гораздо сложный уровень, где нужно четко рассчитывать тайминг прыжков и пробежать уровень уже не получится так просто. 1.4, кстати, взят из японского Super Mario Bros 2, который у нас известен как Lost Levels, то есть точнее наоборот. Для аркадной версии придумали новые уровни, которыми заменили старые, а затем воткнули их в японскую версию Super Mario Bros 2. Так что некоторые уровни для одной из самых сложных Марио игр появились именно тут. В конце уровня 3.1 в оригинальном Super Mario Bros была возможность набить большое количество жизней, прыгая на черепахи. Вот так. Здесь же этот момент исправили, заменив черепах на гумб, так что теперь вы не сможете выбить себе огромное количество жизней, чтобы с легкостью пройти игру. Но, с другой стороны, это ведь аркадная версия, и у нас есть бесконечные конты, так как монеты, которые дают конты, у вас на консоли бесконечные, и поэтому получается, что все немного попроще. Конечно, используя Continue, вам придется начинать с самого начала мира, а не с начала уровня, но тут уж придется развивать свой скилл. Какие еще уровни поменялись? 2.4 заменили на уровень 6.4 из оригинальной игры. Снова буст сложности, ведь вам подсунули уровень из далекого шестого мира, хотя вы находитесь только на втором. Даже для меня это было неожиданностью. А что же тогда поставили вместо 6.4? А на месте 6.4 находится опять же новый уровень, причем один из тяжелейших в игре, в котором надо делать длинные и сложные прыжки, которые далеко не у каждого получатся с первого раза. Уровни 7.2 и 7.3 превратились просто в кромешный ад. Здесь гораздо больше врагов. Особенно стало сложно проплывать в водном мире, ведь осьминоги и рыбы находятся буквально на каждом шагу, а действия осьминогов рандомные. 7.3 же стал просто невероятно длинным. Появилось больше пропастей, больше вылетающих рыб, куча летающих черепах. А особенно хотелось бы отметить мост, состоящий из маленьких кусочков, по которым надо очень ровненько и быстро пропрыгать, пока тебя не убили выпрыгивающие рыбы. Я просадил на этом мосту невероятно большое количество жизней, прежде чем смог одолеть это препятствие. Как, наверное, многие помнят, в оригинальной игре есть два уровня лабиринта, в которых нужно пробежать по определенному пути, иначе тебя зациклит и будешь бегать бесконечно по одним и тем же кирпичам. В аркадной версии уровень лабиринт всего один, а схема его прохождения гораздо сложнее, чем в оригинальной игре. Я вам, конечно, специально ее не покажу, чтобы у вас был интерес открыть ее самим, лишь могу подсказать о том, что необязательно бежать все время по одному пути. То есть лабиринт не проходится, если вы, к примеру, сначала бежите поверху, а потом бежите понизу, нужно делать гораздо больше чередований. Самый неожиданный момент в игре для меня оказался в 8.4, где разработчики передвинули невидимый блок на более высокое расстояние, и запрыгнуть на него оказалось не так-то просто. Теперь прыжок требует неплохой сноровки, а не то, что в оригинале раз-два и запрыгну. Также одной из самых больших подлянок в игре я могу назвать варп-зону в 4.2. В оригинале эта варп-зона позволяла тебе переместиться сразу в восьмой мир, ну или в шестой, или седьмой на твой выбор. А здесь тебе не дают никакого выбора, иди в шестой мир и мучайся, проходи целых три мира, а ты думал, что будет легко? А вот и нет, даже сократить по крупному в аркадной версии у вас не получится. Тренируйтесь, Марио не так-то прост. Кроме этого, в игре удалены большинство грибов, дающие жизнь. Вместо них лежат поварапы или просто монетки, но зато появилась хитрая система. Некоторые из грибов таки появляются, если игрок набирает определенное количество монет в определенном уровне. Например, гриб с жизнью в уровне 3.1 появляется только в том случае, если игрок соберет не менее 21 монетки в уровне 1.3, или сможет собрать все 35 монет в уровне 2.3. Вот такая вот хитрая система. Конечно, в этом обзоре я рассказал и показал вам далеко не все отличия, потому что думаю, что гораздо интереснее исследовать игру самому. Помните, что различий довольно много, и практически каждый уровень отличается от оригинала, а также при этом есть еще целых 6 новых уровней. Аркадная версия Super Mario Bros. определенно стоит того, чтобы ее пройти, особенно если вы любите платформеры, классику и, конечно же, Марио. В отличие от простых переизданий, эта версия действительно предложит вам новый экспириенс и покажет, что далеко не все платформеры Марио так легки, как о них думают. Те, кто много раз играл в оригинал, будут удивлены, насколько игра стала лучше, сложнее и интереснее, если, конечно, вы любите челленджи. А тем, кто просто видел или играл пару раз в оригинальную Super Mario Bros. в детстве, тем не менее, все равно будет интересно и неожиданно играть в эту версию, натыкаясь на изменения, которые даже не видели. Обязательно попробуйте аркадную версию Super Mario Bros. удовольствие того стоит. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, наш паблик в ВК и Телеграм. Обязательно пишите в комментариях ваши отзывы об этой версии, как далеко вам удалось пройти, понравилось ли или считайте, что оригинал лучше. Будем ждать ваших комментариев и помните, что игры это весело.